Здарова! Мир диких животных не такой уж и дикий, как нам кажется. Многие вещи в нем происходят вполне осмысленно. Вот оно! Настоящее столкновение двух миров, земного и подводного. Реакцию обезьянки, конечно, можно понять. Бедняжка насмотрела всяких программ про иллюминатов и рептилоидов по зомбоящику. А тут бац, какое-то скользкое существо уползает, хрен знает откуда и так медленно ползет в ее сторону. Хотя может черепаха и без злого умысла. Она к ним в гости просто пришла, на бананах. Обезьяны просто скачут от радости и приветливо машут всем, что попадается под руку. Заметьте, она схватила палку, выбросила и взяла платочек. Как будто знала, что черепаха долго не задержится. Сразу же решила попрощаться. А ты кто такой? Давай до свидания. А вообще мне это напоминает такой первозданный обезьянный рай. Живут себе, никого не трогают, а тут дети случайно демона вызвали. Чур, чур, уйди нечистый! Ну что это мы все про обезьян да про обезьян? Что вот у черепахи в голове происходит? Обезьяны же голые, да и бросают в нее подстилку. Вали с нашего пляжа и тряпку свою забери! Ты че не поняла? Убирайся тварь! Ну или они не нудисты, а просто давно здесь тусуются. Видите накидку у мамы орангутанга? Кутала плечи, чтоб не обгорели. В общем они решили, что черепаха сделала муму. Но обезьяна не знает, что у черепахи есть ласты, трубка и маска. Не знаю чем закончилась эта история, но черепаха стопудово поплыла снимать побои. Хотя мы то знаем, что по ней даже не попали. Если за окном неожиданно началась пылевая буря, не пугайтесь. Возможно кто-то вышел во двор почистить свой системник от пыли. Мало кто знает, но системный блок это не только мозг компьютера, но еще мощный воздушный фильтр. Производители системников поставьте в корпус мешок-пылесборник, как у пылесосов. У вас такой товар с руками оторвут. Как понять, ваш компьютер еще нормальный или уже устарел? Очень просто. Откройте крышку, закройте глаза и силой подуйте внутрь. Если все вокруг закашляют и с мотюками разбегутся кто куда, 100% устарел. Пора менять, ну или на крайняк почистить. А вообще мощный компьютер мечта любого мальчишки и даже всей семьи. Ну и грязь ты развел. А ну бегом на компьютере играть. Сейчас, мам! О, дорогие мои, светочей моих в темную ночь. Не желаете посмотреть, как молодая японка учит голландский язык? Кто не желает, пусть валит нахрен от экрана. Мак, я хейн жорхе. Мак, я хейн жорхе. Мак, я хейн жорхе. Хуть? Хуть? Дах? Дах. Кхе-кхе-кхе-кхе. Так, и наверное давайте стопанем. У меня уже накопилась куча мыслей. Говорят, что русский язык очень сложный. Может и так, но по крайней мере он не такой опасный, как голландский. Видите, девочка собственной слюной давится, пока учится разговаривать. Хуй дах. Хуй дах. Это ж вы представляете, сколько человек в Японии погибло, пока учил иностранные языки? Да, наверное десятки. А то может даже и сотни. Миллиардов. Видимо именно поэтому Япония была самым закрытым государством до 19 века. Чтобы не умереть во время трендежа с иностранцами. Хуй дах. Хуй дах. Хуй дах. О, так это я получается на голландском разговариваю? Идем дальше. Алло. Алло. Так вот, кто эти звуки для смс-к делает. Прогнило что-то в датском королевстве. Слово Марцелло, Гамлет. Видимо тогда Шекспиру язык тоже не понравился. Походу Японка с ним согласна. Хуй дах. В общем ясно, с голландским языком она психанула. Батис хуй дах. Ля ля ля. Интересно, а что она с русским языком сделает? Спасибо. Спасибо. Как дела? Как дела? Доброе утро. Доброе утро. Пррррррр. Да, вот приходишь такой хмурый на работу, а тебя коллега спрашивает. Доброе утро. Как дела? И все, настроение уже поднято. Уху! Два. Три. Четыре. 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 Десять. Десять. Простите. Простите. В общем очень милая девочка с бесполезным базовым знанием множества иностранных языков. А я лично люблю только один язык. Говяжий. Если вы думаете, что вас уже ничем не удивить и вы видели все самое необычное и интересное, значит кое-кто из вас еще не смотрел вот это видео. Угадайте, что это? Московская автомобильная выставка с концептом нового Е-мобиля? Нет. Съемки фильма? Нет. Это реально существующий, я бы сказал, вид транспорта, но сюда больше подойдет экземпляр. У этой машины нет ни одного адекватного преимущества перед обычным автомобилем. Он неудобный, в нем укачивает, он шумит. Расход наверное пять тысяч литров на километр. Да и ходьба наверное быстрее, чем он сам. Как же я хочу себе эту штуку. Прикиньте, Москва, 9 утра, пробка, все стоит. И тут я такой на этой хрень выкатываю на МКАД. Прямо навстречку. Ох, правда я не хотел бы отправляться на ней в кругосветку. Да и вообще по моим подсчетам нормальный человек не может проехаться больше 32 машины шагов. Потому что с каждым шагом у вас должно вылетать по зубу. Да и если гаишники остановят, то появится соблазн воспользоваться этой штукой или просто их раздавить. Кстати вы успели отвлечься и посмотреть какие интересные персонажи там тусуются. Вот например профессор Дамблдор, люди в разноцветных шляпах и мужик со своеобразными шортами. А это может означать только одно. Фестиваль Burning Man, который проходит в пустыне Невады и собирает тысячи фанатов со всего мира. В общем так, если хотите испытать такие же ощущения, то звоните. У меня у соседа еще горбатый во дворе на ходу стоит. Вам нравится гладить домашних животных? Скорее всего да. А вам бы понравилось, если бы мало того, что гладили вас и совсем не домашние животные. Вот дела, сходил в лес по большому называется. Итак объясняют, тот что светленький это человек фотограф, а те что темненький это семейство диких горилл. Средний вес самцов достигает 250 килограмм. Что говорит нам это о том, что это больше чем до хрена. Короче разница в силе между самцом фотографа и самцом гориллы настолько очевидна, что даже гориллята не забоялись его потрогать. Так малышня, давайте играйте с ним, делайте что хотите. А я у него пока за спиной сяду, чтобы ему максимально не комфортно было. Интересно, что вообще испытывает этот дядька кроме терпения гориллы? Наверное девчонки смотрят и не понимают, почему у него в руках камера, а он до сих пор не сделал селфи. Я думаю он там не только селфи сделал. В штаны. Одно резкое движение или звук и у него будет самая необыкновенная смерть среди его знакомых. И что самое опасное, это как раз та самая ситуация, когда ржать категорически нельзя, но очень хочется. Но это еще не конец, а вот и мамаша. Да это ж вообще подстава, она поцеловала его в ухо. А вдруг бы батя приревновал и уничтожил бы? Даже оператор, который не разговаривает на русском и то заговорил. С чем я согласен. Короче, горилля надоел смотреть, как его женщина гладит другого мужика. Очень буддистское решение, не хочешь смотреть, не смотри. Обожаю видео с девушками из групп поддержки. Не потому что эти девушки секси, а потому... Да, во-первых, потому что они секси. А во-вторых, потому что они, ну да, секси. Охренеть, как у нее голова не закружилась. Должно быть после этого еще минут пять вот так вот ходила. Наверное, у нее настолько крепкий вестибулярный аппарат, что им можно грецкие орехи разбивать. Возможно, у нее была самая обычная программа выступления, но во время трюка она что-то немного задумалась. Интересно, какой смысл нашей жизни? В чем заключается бытие и что происходит после смерти? Будет ли это рай, ад или же перерождение? Может быть, я стану цветком или мухой? Или будет просто пустота? Может быть, я не существую вовсе? Ой, что-то я задумалась. Видео можно смотреть бесконечно. Наверняка, этой девушке такой навык очень пригодится в жизни. В примере, если к ней привязать тряпку, то она сможет помыть не только пол, но и потолок. Или, если когда-нибудь солнце затухнет, и земля становится, то с помощью нее можно будет вернуть вращение. Самое приятное ощущение в жизни, это когда капитально убрался и ощутил вокруг чистоту. Осталось мелочь, выбросить мусор и кайфовать. Самое обидное, как порядок наводить, так у всех срочные дела. А как намусорил, так сразу из-под земли выползает, чтобы позлорадничать. Особенно хорошо это делают разные тетки. А может, это кадры из нового фильма с Джеки Чаном? Только в кино все с первого раза выходит, а в реальности отсняли сотни дублей. Наверное, мужик буквально понимает фразу, на халяву и уксус сладкий. А за вывоз мусора надо платить, причем заранее. А бесплатно это добро даром никому и не надо, особенно мусоровозам. На самом деле уборщик промахнулся преднамеренно. Ему сказали, у нас тут массовое сокращение, как наведешь порядок в свободе. В общем, порядка у них не будет никогда. Если ты уже разыграл всех своих друзей и подруг, а в попе по-прежнему зудит шило, пора переходить на братьев наших меньших. А может, хозяин и не собирался шутить над котом? Просто нашел простой способ по разглаживанию морщин для своего питомца. Одноклассника он ведь уже разгладил. Вот тут примерно то же самое. С другой стороны, зря хозяин ржет над котом. Возможно, у четвероногого как раз в этот момент зреет план мести. Видели там еще одного кота на заднем плане? Может, это они друг друга разыгрывают? Барсик, Барсик, тебя хозяин зовет, срочно. Да, хозяин, я уже бегу. Вот ты гад пушок. Нефиг было из моей миски жрать. Если бы это видео смог увидеть какой-нибудь фараон из древнего Египта, где кошек почитали как божество. Думаю, судьба шутника была бы быстро решена. В комментариях задавали вопрос. Интересно, если бы кот разогнался, он свернул бы себе шею? Не знаю насчет кота, но с людьми случилось примерно следующее. Многие мужики смотрят фигурное катание и художественную гимнастику, потому что там много красивых девушек. Ну, походу, у этих видов спорта появился реальный конкурент. Теперь мы не понаслышке знаем, что значит попасть в сильные женские руки. Мне кажется, что судья между девушками офигел от этих клёвых тёлочек. Девушка, у вас локоть неровно, у вас кисть случайно не перекошена, а у вас глаза красивые и сиськи норм. Господи, это я чё вслух говорю? Из 14 комментов к этому видео только двое парней пытаются угадать спортсменок по имени. Остальные просто хотят им вдуть. Походу, только один из сидящих судей смотрел на багажник одной из спортсменок, пытаясь не палиться. Вполне допускаю, что парни у этих девчонок всегда им проигрывают. Ведь так приятно, когда тебя побеждает такая девушка. Мне вообще кажется, что в женском аромрестлинге половина боёв договорные. Ой, клёвая у тебя помада. Проиграешь, скажу, где купила. Блин, вот стерва. Да не купила, подарили. Ха-ха-ха. Многие люди скрывают свои чувства и надевают маски. Они думают, что так они станут страшнее, и их начнут уважать и бояться. Но жизнь учит, отбрось маску, станет самим собой. И вот тогда народ реально от тебя шарахнется. Наверное, женщина думала, что под маской железного человека скрывается Дауни-младший. Мужик с вот такенной харизмой и обаянием. Но оказалось, что за маской прячется кто-то более африканский. А парень-то явно сглупил. Вот кто сейчас в здравом уме будет пугать японцев роботами? Их же в Японии больше, чем тараканов в стандартной квартире в Хрущевке. Но зато сразу видно, кого там точно нет и кого японки отродясь не видели. На самом деле, ты и вправду был Дауни-младший. Кто с вами? Почему вы черный? Да из шахты я. Уважаемые хозяева, если вашей собаки нет еще 18 собачьих лет, то пожалуйста, уберите ее от экрана. Следующее видео не для нее. В прикладной математике это тот самый случай, когда при сложении двух одночленов получается 69. Еще недавно всю страну трясло от агрессивной рекламы 50 оттенков серого. Может быть эти собаки не стали исключением? А может быть одна из собак хотела поиграть в ковбоев, но просто вскочила на лошадь не с той стороны? А может это хитрый ход собак, чтобы избежать наказания от хозяев? Вася, а эти собаки разбили мою любимую вазу! Люсь, да бог с ней с вазой, иди скорее сюда. Помнишь, что ты меня спрашивал, что такое Doggy Style? В конце концов, возможно, все гораздо проще. Одна из собак неосторожно прокусила оголенный провод. Это был Плюс 100500, меня зовут Максим, пока! Продолжение следует...